заехал на тот нефть не подрасчитали немного до центра теха не хватит с этими поездки богданович туда-обратно ну и температура погодные условия короче она сожрала маленько надо чуть-чуть залезть в принципе тут цена-то адекватную танцы ну дешевле здесь уже цена адекватная а сдальемся правда надо ехать разворачиваться будет это в сторону челябинска там тут недалеко был разворот надеюсь там тоже будет недалеко фигня найдем это ерунда коллега он с трубами горит заехал заправляться все это денег на карте нет сейчас той же от нас грит требует невозможного а сами как всегда нормальное явление там про начальство по своим не уже вот назад сдал закинули деньги на карту быстро ему шустро мы поехали разворот искать конечно было бы шальнуть неплохо так это резко налево крутануть а как вы думаете стоит такое сделать или не очень мы же в башкирии и в иркутской области нет наверное я думаю не стоит поедем вот там тут километр какой-то найдем за развернуться здесь местные парни имеют свойство появляться даже тогда когда ты априори их не ждешь я кольцов имею ввиду где него там сибири так даже не думавши крутанул бы через сплошную никаких вопросов здесь как-то потом стой рассказывай что ты не индюк разговоры разговор это будет дольше чем съездить найти место разворота и развернуться почему-то мне так кажется да судя по всему вот они до сима точно собираются не до самого может но в общем почти туда собираются полностью тянуть четырех полоску когда это будет произойдет конечно будет очень классно вот у нас какой-то тут перекресток здесь можно повернуть есть заезд на право а есть поворот налево все на сколько тут два километра полтора есть поворот налево так что судьбу можно не испытывать русский юрмаш вот как всего называется сплошняком сплошняком смешной поток видите ой-ой-ой-ой-ой конца и края не едать будем ждать что делать совсем не колейки до челябинска даже перед этим самосвалом не получится заскочить или получится нет не получится ему тормозить придется он не моргает тетенька появилась спасибо братан моргнул выезжай красавчик ай брат удачи продолжаем путь на запад за бортом но просто любо дорого плюс 5 сухенько даже если честно такие стыдно в таком невзрачном виде ехать чумазом было бы конечно неплохо помыться я не знаю где мы будем мыться я думаю скорее всего мы-то с вами будем даже не знаю где-то будем назначены что такие мы латвии не поедем черные ну как вот если значит такая сухая сухая погода будет так можно было бы тут искупаться где-нибудь до самара после самара или там где мы мылись между макшаном и пензой и уже чистенькими шмаровать а то ну смотрите в зеркало смотришь ну просто без комментариев а мы тут уперлись эти состав какой собрался иди у нас кто правильно красивая как волга и мощный как крас хомяк 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 шлепает но он хоть пустой это не на они навстречу идут теплые груженные туда пустой потому что так еще порядка 50-60 едем сзади уже тоже толпе и обогнать никак без вариантов даже маленькие тут среди нас мень жуются нервничают все делать собрал колонну собрал понятно что его тоже ехать надо было пару мест где по идее можно было пропустить но я так понял что нет желания не всю колонну часть хотя бы вот он я он чем-то груженый идут у нее нет и не рации не до ничего ему дача только не кричали в рацию сильно резко резво не побежишь очки отдел пока его гоня сейчас остановиться она нам тут с одним человеком встретиться с андреем мы уже пересекались даже два раза еще триста десятом километре сейчас по правой стороне у нас какой где-то вот-вот вот наверно даже там набор очки явно здесь еще что-то и километровые стал бы так прошляпил здесь не здесь так тут оттуда рост нефти продукт это не рост нефть наверно нету еще подождем и немножко рановато приехал на следующем повороте на правом на следующем повороте поверните на право возле октябрьского этого это место невозможно не заснять очень уж мне тут нравится встретились мы с андреем сниматься пока говорит отказался трос подогнал танковый такой спасибо анре огромное этот точно никогда в жизни не порвется там чуть ли не с кулак толщиной вообще шикардос закинул в полетник пускай лежит дай бог чтоб не пригодился но на всякий случай пускай будет договорились что когда весной летом начале конце весны в начале лета если получится приехать круто нёмся к ним к нему в поселок забыл название он не самого октябрьского забыл название поселка да и там очень красиво вообще так это видео присылал такие места здесь сами видели что здесь какая красота поэтому будет если будет возможность будет время хотя бы пару часика выделить прокатимся посмотрим на здешние красоты как говорится уже изнутри ну а так вообще вот октябрьский у нас справа башкортостан скоро закончится начнется немножко татарстана километров 40 потом немножко оренбургской области а там уже и самарская губерния тут до самара километра 260 наверно остается уже и отсюда до места уже 677 до макшана рисует вот час а вам сейчас дауду будем мост два часа переезжать сейчас у нас резко станет московское время вернемся в свой часовой поезд пусть не совсем надолго оренбургская самарская все равно плюс один в москве но на какое-то время попадем в свой хотя еще никак до сих пор прийти в себя не могу я все по иркутскому живу мне уже в шесть часов вечера по москве спать надо тут два часа ночи по москве подняться тут никаких проблем столько времени в плюс 5 в москве прожить привыкаешь естественно организм адаптируется все река ик мост два часа республика татарстан здрасте вот мы временно татарстане в павлинский район татарстан рады приветствовать все закрыто самарская область уже добрались и до самарской кубернии нас калеку на рэйфе пойдем обижим а а а а а а а а а время по самарскому 4 10 по москве 15 10 я думаю что надо считать уже конечно по москве что если мы сегодня пойдем дальше самарской кубернии у нас уже полностью станет московская то есть 3 часа дня еще только в общем-то еще все хорошо ехать нам 560 километров нет, ну однозначно мы сегодня на Бензе-то не поедем точно ну вот до Бензенской области я думаю что может быть сегодня и стоит за этим заодно заправимся сегодня чтобы все дела сделать на вас паском может темно конечно будет в то время что тут еще, еще часа 3 и все увидится солнышко солнышко прямо в глаз светит на сегодня шикарный день просто не передавая боббокосы только ВЕЦИ и то такой не сильный а так прогноз сегодня радует раздражает только рации все остальное радует все остальное радует что-то там подсадил видно видно на обгон пошли этого маленького подрезали я так не заметил ситуацию и этот дятел тормозил сейчас пацаны если его догонят где-нибудь во что-нибудь упрется мало ему не покажется я думаю давайте давайте на КАМАЗика тоже успеем сделать учитель очередной но 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 я думаю пацаны явно хотят его догнать причем оба потому что этот на бочке он не успевал на обгон тогда бывают такие терки бывают но на закат видите но а 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 уже садится солнышко скоро совсем спрячется за гору вечерело сверкалось вот а 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 я не требую я вам объясняю я если я понимаю нарушение на встречку выехал на опасность создал а а а а а а а а а оставляйте 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 вакцинат полиции подалась убивать все спасибо да ради бога пишите такое движение от автобусов идет что прям с ума сойти ладно хорошо все я все с нарушением полностью согласен ну то есть на полосу выехал объяснение есть да нет 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 джу белоруссию придешь что ну ну и что ну так что вы не наверное не знаю наверное ну договор все нам же можно государство то есть государство разное это совместное что что мы с ним не можем сделать это да а 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 ну я же как я где ее продлю а 1 а где это нужно ну понятно нет, ну а где я ее продлю? мне же в Москве фирма нет, ну вы же посмотрите я поехал, Москва, Чунский Чунский, Иркутск, Иркутск вон Саганур какой-то и сейчас Закаменск, это с Подмоголии я 12 дней отстоял только на таможне вот когда в Чунский приехал 12 дней отстоял на таможне потом еще 4 дня в Улан-Удэ на таможне отстоял вот сейчас ну я не, ну а как я же на самолете не могу перелететь, правильно? правильно, правильно ну рад же хорошо 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 Продолжение следует... 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 но нормально если с ними не лезешь в это дело у нас я ему когда первую ту теорию вероятность но чисто теоретически согласитесь ну варложен же такой вариант вот видите вот вот тоже камазик да вот тоже не обязан вот этого вот делать конечно большой ему респект и уважуха но если вот они будут там стоять за него там накажут за то что он там полоса только направо он есть прямо хочется как лучше получается как всегда за мной маленькая там ехала действительно там меньше вался меньше вался думаю надо пускай едет по итогу по итогу вы сами все видели все слышали ну не зря же говорят каждый учится на своих ошибках той на чужих ошибках только мы на своих но это я конечно не ситуация немножко другая вот сказано же было кушать там вот где тебе сказали нет там где сказали кушать не хотелось вот заехал типа тут полуобед полуужин привал странника стоянка здесь соответствующие четыре километра до уже да самарской ну как самара прямо пойдет а мы пойдем в сторону тольятти сказать так короче мясо в горшочке просто уже не стал снимать там не ругаться вам не то что ругаться ну чё там ругаться но скажу так что я что книжку читал плюс ну абсолютно невкусно то есть ну никакое и даже в иркутске вот грамотом этой в шаронах этот стояли там тоже как бы мясо в горшочке там жаркое в горшочке брал так там это было больше а здесь это два ложка два раза ложка черпанута внутри все и нет никто но буду знать больше сюда не поеду мне как бы паузу надо было сделать так я уже думаю где-то стать думаю тут сейчас от самары до тольятти тут я так и не припомню что где-то можно так приткнуться хорошо какие-то кафе там широкая будет думаю вот остановлюсь до широкой схожу поем сходил то ли поел кто то ли войну и мир прочитал заголовок ну а теперь запомним все вот эти стоянка при то есть кафешка при стоянке и все кухня никскуд не знаю как все остальное то что я за мне не понравился вот ну как бы движемся к своему запланированному плану до новоспасского сегодня заправиться и потом на стоянку чтобы уже завтра все эти заправочные дела у нас не висели как там оклад меч отсюда до макша на 437 километров с этой стороны в тольятти тоже уже открыли стакан сейчас мы по ней должны прошмыгнуть и не заметить как в эту сторону когда ехали ну и естественно соответственно мы уже в тольятти и не заметить и 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 а у нас мне Hoş buried машка уже никаких круговых движений без до гора правда вроде асфальт новых заважили только с открыли видите что делает варианта 2 либо это не доделали либо это так сделали я почему-то к второму склоняюсь только открыли месяца еще не по круговому движению неправильно так не должно быть чё-то где-то нарушены какие-то технологии я чего-то недопонимаю 170 километров нам сегодня еще осталось до стоянки стимус не знаю это ульяновской области там уже снова спаски после заправки сразу поедем на стоянку так наверное надо там подкинусь у нас впереди магнит огни-то они не едут гэс проходим жигулевск погнали дальше стороны сызрани ещё немножко ещё чуть-чуть сегодня не априори вот жигулёс начинается в начале гэс с этой стороны тольятти заканчивается сразу жигулёс начинается поэтому и гэс называют жигулёска здесь насколько я помню в эту сторону дорога ну была ничего тоже же недавно делали год назад чуть больше два нет года три наверное назад здесь дорога вложили потому что видно что он здесь не уложен а положен в принципе как и на эстакаде но я не знаю но почему нельзя ровно сделать он эстакады в германии когда чернов мостом на этой модель быть проезжаешь в гамбурге в порту там же вообще хрен знает на высоту подымаешься все ровненько тоже стыки там все дела все день не качнет неужели у нас нельзя сделать можно желание это вот и все как закончился сам же гурлёс начался система хитрая надо повесить потом ну все побежал много не будем лить зальем 600 литров что здесь что потом на там возле смоленской области ценник одинаковый на топлива чтобы не влететь на весах макшане и сейчас полные баки залить это тонну 300 то может то пробьется ну вторая ось будет пробивать сейчас 9 8 9 9 дайте тонну 300 сюда как или нем она начнет пробивать поэтому мы сейчас 600 литров только заправим 600 литров не пробьет нормально ну и все тут километров 30 до стоянки остается каргалайны льются если каргалайны евро шестые вольво льются значит все будет нормально мы уже здесь заливались вроде ничего пол десятого хорош на сегодня сейчас будем швартоваться отдать горит швартовый машка сказала все вы скажи что не укройте будет удастась утром ни разу здесь не стоял яновская область тут уже как бы вот можно сказать она практически заканчивается скоро на следующем повороте поверните направо затем на следующем повороте поверните направо затем это слегка подгулявши на интернет хоть есть 4g все огонь значит если тут еще места есть по-моему на три машины они место тут лава так хозяина не до заиндита пропал в общем все тогда на сегодня хорош отсюда где-то 160 до этого но небольшая стрелка до до чего до пензы поэтому холодильник то часам к 11 завтра проезжает значит завтра часика 8 наверно отсюда и двинем такая были земляная то ли какая но мне в общем то ничего особо не надо мне чисто переночевать туда дальше до кузнецка там по цивильнее этой по сети но что-то уже как поднадоело сегодня ехать поэтому все паркуемся вот сейчас коллега припаркуется все паркуемся мы и спать все это добраться спокойной ночи и вам и тебе тоже спокойной ночи уже достала за сегодняшний день и и и и Продолжение следует...